Четыре вещи, которые недоступны нарциссу. Мы с вами сегодня будем говорить о людях с ярко выраженными нарциссическими чертами. Не только о людях с нарциссическим расстройством личности, а более широко о людях, у которых есть ярко выраженный нарциссизм. И собственно о тех функциях, которые всем обычным людям доступны, у нас это у всех есть. А вот у людей с такими чертами они или очень слабо выражены, или вообще отсутствуют. То есть мы говорим о тех нормальных вещах, которые нарциссу недоступны. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр-психотерапевт, и сегодня мы с вами говорим о тех вещах, которые тяжело даются людям с ярко выраженными нарциссическими чертами. Если вам интересно это видео, вообще эта тема, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. И первая вещь, которая плохо так криво работает у нарциссов, это эмпатия. Об этом очень много говорят в интернете, что вот нарцисс это человек такой, не имеющий эмпатии, жестокосердечный. Это все понятно, но давайте немножко копнемся вглубь, чтобы понять механизм эмпатии, как это работает, как это развивается у обычных, нормальных, средних популяций людей. Эмпатия очень важный механизм сопереживания, сочувствования, которое является ключевым инструментом коммуникации для маленького ребенка. То есть, вот новорожденный ребенок, там, владенец, ему, конечно, еще очень долго не будет доступно абстрактно-логическое мышление, когда он может какие-то суждения строить по такому вот причинно-следственному принципу. И основной способ его какого-то психического функционирования, это такая эмоциональная эмпатия. И основной объект вообще для младенца в мире является его мать. Вот все остальное ему не важно, потому что вся его жизнь, так вот эволюционно происходит, она зависит от матери. Потому что мама, если придет, она принесет обнимашки, молочко, там, не знаю, поцелуйчик и вообще все будет хорошо. Я ее тепло почувствую. Поэтому ребенку, по сути, жизненно важно развивать свою эмпатию, чтобы чувствовать, что там чувствует мама, потому что это его прямо касается. Если мама пришла в хорошее настроение, ребенок тоже такой благодушный, ему вроде бы как, значит, ну сейчас мне все принесут. Если, скажем, мама гневается, то он думает, ну может сейчас я какую-то получу оплюшку. Если там, скажем, мама, не знаю, тревожится, ребенок тоже тревожится, потому что, ну, видимо, то, что угрожает матери, угрожает и мне. Ну и так далее. То есть ребенку важно сочувствовать, что там происходит с мамой. То есть какие эмоции мама транслирует в ответ на мое какое-то действие. То есть когда я кричу, она, скажем, тревожится и приходит. Значит, ну вот я чувствую, что таким образом я могу манипулировать. Или когда я там, не знаю, там, что-нибудь там куда-нибудь размазываю какую-то еду, а мама гневается и может меня хлопнуть там по попке. Поэтому я тоже это вот чувствую, что она гневается, еще наперед, еще до хлопка начинаю как-то корректировать свое, возможно, поведение. Ну, там, стараюсь, по крайней мере. То есть в детстве у нас эмпатия закладывается как такой важный коммуникативный механизм до появления, до обретения нами речи, до появления психологического мышления в подростковом возрасте. И, собственно, что же происходит с людьми с нарциссическими чертами? Поскольку вот эта вот связь изначальная с вот этим важным объектом, с родительской фигурой, ну, как правило, мать, там, мать или замещающий какой-то родственник, мать и отец, вот, оно нарушено, то здесь вот этот ребенок растет с идеей, что нужно не чувствовать, что там чувствует другой человек, а какими-то другими механизмами воздействия. То есть, например, если я получаю мало внимания, ну, мне, скажем, одиноко, мне холодно, мне хочется есть, там, или что-то какие-то такие физиологические потребности у ребенка, и я вот буду очень громко кричать, то ко мне придут и будут как-то со мной что-то вот делать. Но если мне этого все еще мало, то мне будет не важно вот эта обратная связь, мне будет не важно, что чувствуют вот те люди, потому что я все еще не получил вот это вот внимание, вот это вот, не знаю, объятие, там, покормили меня. То есть, если ребенок растет в дефиците такого вот эмоционального общения, то ему не важно, что чувствуют другие люди, ему важно все еще вот получить что-то от других людей. То, что во взрослом возрасте мы сталкиваемся, когда в отношениях с нарциссом, для нарцисса важно получить нарциссический ресурс. Это же вот то самое первичное внимание, которое ему важно было бы получить от своей матери, которую недополучал, и сейчас он дополучает от своего, предположим, партнера или от какого-то человека, с которым он находится в коммуникации. Да, то есть, отношения с нарциссом могут быть партнерские, то есть, там, мужчина-женщина с родителями, с детьми, не знаю, там, с какими-то родственниками, сотрудниками, ну, кто угодно, с кем вы как-то вот достаточно много общались. У нарциссов развита так называемая когнитивная эмпатия, то есть, поскольку люди с нарциссическими чертами, ну, как правило, люди не глупые, а часто бывают они такие достаточно, ну, как бы, не то что изворотливые, социально, в общем, адаптированные, то человек понимает, что если, вот, скажем, напротив меня мой партнер плачет, то ему, скорее всего, грустно, это я не чувствую, это я понимаю, это когнитивная эмпатия. И, соответственно, что, ну, тут предполагается, что я должен предложить салфетку или подойти, обнять, или сказать какие-то теплые формальные слова, типа, не бойся, не переживай, все будет хорошо. То есть, вот эта штука у них работает, но это не та первичная эмпатия, которая развита у нормальных людей. Да, и сразу оговорюсь, что нормальные люди, когда я говорю, я имею в виду не какие-то правильные или, там, здоровые, не дай бог. Я говорю о том, что это, ну, норма, это то, чего больше. Нормальные люди, это люди, ну, более распространенные. Бывает так, что нормальный человек, это не тот человек, которого можно назвать здоровым, если это какое-то нездоровое общество или нездоровая выборка. Поэтому, когда я говорю нормальные, это не какая-то такая стигматизация нарциссов. Это, ну, нормальные люди, это большинство из нас, более распространенные люди. Вторая вещь, которая недоступна нарциссу, это самокритика. Нарциссу недоступна принятие на себя ответственности, нарцисс не признает свою вину, совершенно явную. Почему? Потому что нарцисс находится в рамках такой психологической защиты, как расщепление. То есть он идеализирует себя, он видит и замечает о себе все прекрасное, хорошее, гордится своими достижениями, их выпячивает. Это могут быть даже какие-то как явные, так и мнимые достижения, как явные, так и мнимые, хорошие его стороны. И полностью вытесняет, то есть не замечает все, что связано с его нехорошими какими-то сторонами. Опять же, почему так это происходит? Потому что в детстве, как правило, если мы говорим о каком-то нормальном здоровом развитии, ребенок в какой-то момент начинает понимать, что вот здесь я поступаю хорошо, родители к этому относятся как-то, ну не знаю, они это поддерживают. Здесь я поступаю как-то нехорошо, родители относятся к этому так вот, ну с критикой, но тем не менее поддерживают. Скажем, если там ребенок, не знаю, там измазался в какую-то, в грязюку, приходит в новом костюмчике, мама расстроена, но она говорит, ну вот больше так не делай, пожалуйста, но все равно я тебя люблю. То есть он получает вот это вот такое двойное целостное послание. Я поступил плохо, но я не плохой человек, понимаете? В случае с нарциссом, как правило, он получает какие-то очень такие однобокие сигналы. Например, он пришел там в грязном костюмчике, там, не знаю, порвал обувь, ему мама говорит, какой ты неряха, какой ты грязнуля. То есть она его вот этот вот поступок, ну по сути такой, ну скажем, проступок, она как бы его вот в этом слове, ты неряха, ты грязнуля, ну как бы включает в его, в описании его личности. Вроде это как твоя такая фишка, ты грязнуля, ты человек, который постоянно грязный. Ты сейчас испачкался и себя как бы сделал таким почкуном грязным, понимаете? То есть то, что ты сейчас сделал, это вроде как теперь будет всегда с тобой. Поэтому нарцисс очень сложно вообще с любыми своими неудачами, с любыми ситуациями, когда нужно принять ответственность за свои какие-то ошибки, когда нужно принять на себя вину. Ему сложно с этим вообще справляться, потому что если он как будто бы взял бы на себя вину, он тут же это рассматривает как то, что я вообще плохой человек. То есть я поступил плохо, равно я тут же значит я плохой человек. В то время как у, условно говоря, нормальных людей, если я поступил плохо, ну значит это плохо, что я поступил плохо, нужно ошибку исправить. Но это как бы не обязательно означает, что я вот прям человек плохой. Просто хорошие люди делают иногда плохие вещи. То есть, не знаю, отличник иногда получает двойку. Человек, который никогда не нарушает правила дорожного движения, его, скажем, нарушает. И вот это вот такой целостный взгляд на себя, который нарциссу недоступен из-за его вот этого вот расщепления. То есть он готов признавать и видеть только все о себе хорошее, ну что он как бы воспринимает как хорошее. Все, что связано с какими-то ошибками и такой некрасивостью, нехорошестью, оно вытесняется. И вот ему это важно не замечать, потому что так работает психологическая защита. Так он какую-то хоть устойчивость удерживает. Третья вещь, которая недоступна нарциссу, это сотрудничество. И вот тут нужно оговориться, что несмотря на то, что нарцисс, как правило, это не командный игрок, ему тяжело. На самом деле есть ситуации, когда нарцисс может, например, управлять какой-то командой. Вспоминаем фильма «Дьявол носит Прада». Там вот эта вот нарциссическая такая шуфиня, главный редактор, которая всех просто разносила. Но при этом, в принципе, вот дело этого журнала, оно как бы было такое высокоэффективное. То есть если нарцисс как-то компенсировался в течение жизни, и он освоил какие-то навыки, часто это бывают творческие люди, часто это люди с такой тягой к прекрасному, если вот это все как-то вот ему идет для его работы, то есть он просоциален в этом смысле, он может находиться в какой-то команде, где он с людьми будет вести себя очень так по-нарциссически, но он будет ими управлять, и он будет, ну скажем, таким эффективным управленцем. Но это не совсем о сотрудничестве, это скорее о таком контроле и доминировании, которое может быть иногда просоциальным. И, опять же, вспоминаем тот же пример, фильм «Дьявол носит Прада». Вот сотрудницам этой женщины им как бы было очень не сладко, очень не сладко. То есть, опять же, это нас возвращает к тому, что нарциссы, как правило, в социальных сферах адаптивны, а в сфере личностных коммуникаций они, ну, бывают разрушительны для других людей. Почему нарциссу не дается сотрудничество? Потому что любое сотрудничество предполагает в какой-то степени конкуренцию. А из-за, я выше об этом говорил, из-за вот этого вот расщепления, в котором находится нарцисс, если вот он с вами находится в одной команде, и в какой-то момент он где-то вот, ну, как бы пришел чуть позже, то есть в какой-то момент он чуть-чуть хуже, чем кто-то другой, он в этот момент воспринимает себя, что я, ну, я не окей, я на дне. Он с вот этой вот нарциссической грандиозности падает в нарциссическую уничтожность. То есть, когда мы находимся в команде, мы понимаем, что, ну, кто не работает, тот не ошибается. То есть, каждый день есть какие-то успехи и там поражения. Главное смотреть в целом для них. То есть, наша команда потихонечку выполняет какую-то работу. Для нарцисса каждое его небольшое поражение, оно его вот в эту нарциссическую травму сваливает, ему очень тяжело, он старается как-то, не знаю, там, уже не работой заниматься своим каким-то восстановлением своей иерархической ценности. И, соответственно, такой человек и команде, как бы он бывает, что не очень нужен, ну, такой козни строит какие-то постоянные, ему там невыносимо. Поэтому вот к такому истинному сотрудничеству, к истинной командной игре нарцисс также не способен. Четвертая вещь, которая нарциссу недоступна, это долгосрочное планирование, долгосрочные цели, долгосрочные отношения. То есть, вещи какие-то социальные, не связанные с построением отношений, не связанные с эмоциями, он, в принципе, может в долгую, скажем, строить свою карьеру или еще чем-то таким заниматься. Но что касается отношений, это невозможно. Если у нарцисса есть выбор сейчас получить нарциссический ресурс, скажем, доведя человека до каких-то там эмоций, выведя на слезы, чтобы почувствовать себя, вот я молодец, как я могу на человека влиять. И при этом он понимает, что это, ну, как бы палки в колеса всем этим отношениям, и я врежу себе и этим отношениям в долгосрочной перспективе, он выберет первое. Потому что ему очень сложно думать о том, как это будет дальше в этих отношениях. Почему так происходит? Потому что, опять же, возвращаемся в детство. Когда он был маленьким ребенком, он не получил в достаточной мере от своих родительских фигур, от родителей, любви, признания, понимания того, что он любим. И, соответственно, ему постоянно нужно это получать. То есть нарцисс, находясь где-то вот в обществе, постоянно старается показывать, транслировать вокруг близким людям, какой он классный, какой он замечательный, какой он там заслуживает гордости. Люди ему это отражают, и вот когда он видит, что другие люди им восхищаются, он вроде бы как может сам собой восхищаться. Когда он видит, что другие люди его принимают, он как бы может сам себе принимать. Но как только других людей рядом нет, как только он оказывается в одиночестве, он тут же скатывается в нарциссический провал, такое нарциссическое уничтоженство. Почему? Потому что у него нет внутренней поддержки То есть у людей, как правило, в детстве, когда родители тебе говорят, как они тебя любят Они показывают, как они тебя принимают У нас формируется такой внутренний драйвер, внутренняя уверенность от того, что я есть, я существую Я заслуживаю того, чтобы быть, я заслуживаю того, чтобы любить себя, заслуживаю, чтобы любили меня Это убеждение, которое должно сформироваться в детстве У нарцисса этого убеждения нет Ну и получается, что нарцисс должен постоянно находиться рядом с людьми Которые должны ему подтверждать, что он такой значимый, заслуживает любви А он у них этого требует И вы требуя у людей вот эти вот признаки своей какой-то значимости, он разрушает отношения в долгосрочной перспективе. Я сейчас готовлюсь проводить курс, где мы будем разбираться, как находиться в отношениях, которые тебя разрушают, в отношениях с нарциссом. Как выживать в этих отношениях, если ты выбираешь в них оставаться. Как выйти, максимально безопасность этих отношений, если ты выбираешь из них выйти. Как потом восстановиться после этих отношений. Поэтому мне очень важно ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас был опыт общения с человеком с нарциссическими чертами. Как вы считаете, что ему недоступно еще, кроме того, что я сказал в этом видео. То есть, какие вот по вашим наблюдениям, в вашем опыте были вещи, которые у обычных людей есть. А вот у человека с нарциссическими чертами этого вот просто хоть убей, нет. Что-то, на что он просто не способен. Это будет таким важным дополнением, я вам буду очень благодарен. Также, если у вас есть какие-то вопросы или сложности, с которыми вам сложно разобраться самостоятельно, вы можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне личное сообщение, и мы с вами договоримся. Есть вещи, с которыми самостоятельно разобраться не получается. Ты вроде умом все понимаешь, но где-то вот есть слепое пятно, и ты ходишь по такому прочному кругу, постоянно наступаешь на те же грабли. Поэтому тут нужно поработать со специалистом. Поэтому обращайтесь. Если вам это видео понравилось, тема окажется важной, обязательно ставьте лайк. Я вам буду очень благодарен. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.